Неотвратимая утренняя процедура, совмещенная по времени с просмотром новостей. Спускаемся к завтраку. Интернет для постояльцев, которые не возят с собой переносные компьютеры. Интерьеры гостиницы. Вход в наш номер. Собрались и едем дальше из этого уютного места с отличным питанием и небольшой ценой. Еще один отель поблизости от того, в котором мы ночевали. На сегодня был запланирован подъем на гору Цукшпице высотой около трех километров, но не пешком, а с помощью различных средств транспорта. Цукшпице – это самая высокая точка не только Баварии, но и всей Германии. Оттуда мы смогли бы увидеть прекрасные горные пейзажи Баварских Альп. Но сегодня погода не позволит что-то увидеть. Поэтому ограничиваемся видами, которые можно найти в Википедии. В связи с погодными условиями мы действуем по запасному плану и едем не на Цукшпице, а посмотреть еще один дворец, построенный баварским королем-романтиком Людвигом II и расположенный в восьми километрах от Обер-Аммергау. Этот дворец и парковый комплекс при нем воплощают увлечения Людвига, а именно романтику рыцарских легенд с их дневековья, Францию времен Людовика XIV и XV и Мир Востока. Предшественником дворца был королевский охотничий дом отца Людвига Максимилиана II. В ходе строительства дворца охотничий дом был перенесен на другое место. Подошли ко дворцу Линдерхоф. Несмотря на плохую погоду и дождь, здесь много посетителей. Это единственный из трех построенных Людвигом II дворцов, который был завершен при жизни короля. Он очень любил этот сравнительно небольшой дворец и проводил в нем большую часть времени, особенно в последние годы жизни. Если наружный вид дворца типично баварский, то интерьеры выдержаны во французском стиле. Вестибюль и проход к парадной лестнице. На потолке девиз французской династии бурбонов и, следовательно, короля Людовика XIV, неравный многим, в смысле превосходящий многих. Две гобеленовые комнаты, предшествующие покоем короля. Эту гобеленовую комнату называют музыкальной, так как здесь стоит богато украшенная пианино. Тоже пианино со стороны фарфорового павлина, выполненного в натуральную величину. В каждой из двух гобеленовых комнат было по одному такому павлину. Когда король находился во дворце, фарфоровые павлины выставлялись перед входом во дворец. Комната для аудиенции. В центре, в нише, под роскошным балдахином, стол, за которым восседал Людвиг II. В соответствии с французскими правилами, основные помещения дворцов связывались между собой небольшими подковообразными кабинетами. Розовый кабинет. Лиловый кабинет. Оформленный в том же стиле, но с портретами других французских вельмож. Столовая Людвига II. В этом дворце король также обедал в одиночестве. Стол накрывался внизу, на кухне, и с помощью подъемника поднимался в столовую. Фотоснимок Людвига II рядом с опускающимся столом. Хотя король ел в одиночестве, стол часто накрывался на четыре персоны, так как Людвиг желал ощущать себя в обществе французских вельмож того времени, и при этом вел с ними воображаемые беседы. Люстра в столовой. Спальня Людвига II. Зеркальный зал. Самый роскошный во дворце. Ниша в зеркальном зале, где на кушетке, под люстрой слоновой кости король любил читать по ночам. Из зеркального зала Людвиг видел ступенчатый парк с храмом Венеры на самой верхней площадке. А с противоположной стороны дворца, из спальни короля, открывается такой вид. Вдали ажурный музыкальный павильон, затем вниз спускается водяной каскад, заканчивающийся фонтаном Нептуна перед дворцом. Теперь идем по парку через восточный светник, в котором установлены многочисленные скульптуры. В фонтане – амур, пускающий стрелы в виде струи воды. За фонтаном – лестница к беседке, в которой установлен бюст французского короля Людовика XVI, казненного на гильотине в 1793 году. Боковой фасад дворца – вид от беседки. Со стороны другого бокового фасада дворца расположен западный цветник, но он другой формы. От беседки по полукруглому проходу двигаемся в сторону грота Венеры. Проход, по которому идем, расположен в виде подковы, охватывающей дворец. Заходим в грот Венеры – искусственную пещеру высотой более 10 метров. В гроте звучит музыка из опер Вагнера. Грот украшает картина, на которой изображен легендарный Минезингер Тенгейзер с языческой богиней Гольдой, германским аналогом Венеры, и с нимфами. Здесь ставили сцены из опер Вагнера. В подсвеченном разным цветом искусственном озерце с водопадом плавали лебеди и нимфы, для чего вода подогревалась. Был также механизм для создания в озерце волн. В этой лодке, сделанной по мотивам саги о Лейнгрине, Людвиг приказывал возить себя по озеру Грота, в сопровождении живых лебедей. Амурчик на носу этой лодки. Для разных сцен включается разное освещение. После постройки в 1877 году Грот освещался дуговыми электролампами, которые питались от генераторов, расположенных в отдельном помещении, в отдалении от Грота. Это была одна из первых электростанций Баварии. Король во время представления сидел в ложе, устроенной в углублении искусственной скалы. Вот здесь. Представление в Гроте Венеры он смотрел в одиночестве. Заметим здесь, что Людвиг посетил в общей сложности около 400 спектаклей в городских театрах. Из них около 200 давались только для него. Король писал, «Я не могу наслаждаться театральной иллюзией, если на меня глазеют из публики. Я сам хочу смотреть, а не быть объектом наблюдения». Это музыка звучит в пещере. Здесь видим, что Грот был сделан из железобетона. На выставке в Париже в 1867 году Людвиг увидел мавританский киоск и захотел иметь такой же в Линдерхофе. Дополнительно король заказал для киоска трон с павлинами. А дождь продолжается. Отсюда открываются горы, затянутые туманом. Вышли к музыкальному павильону. Спустились сюда. И начало каскада такого, который ведет к замку и виден из спальни. А потом мы поднимемся вот сюда. Вот туда. А горы затянуты туманом. Вид отсюда, с большим увеличением, на дворец, парк за ним и на храм Венеры. Старейшая постройка в парке – это капелла Святой Анны, матери Девы Марии. Построена в 1684 году. Перестроена и снабжена витражами при Людвиге II. В нижней части ступенчатого парка, перед входом во дворец, расположен бассейн с фонтаном Флора и Амурчики. Этот фонтан, как и другие, работает не непрерывно, а включается на небольшое время периодически. Струя бьет на высоту 22 метра под давлением от перепада высот. Теперь фонтан выключен. Одна из многочисленных ваз, установленных по периметру бассейна с фонтаном. Симметрию парка нарушает 300-летняя Липа, по-немецки Линде, которая и дала название этому месту и дворцу Линденхоф. Людвиг II приказал сделать помост на этом дереве, с лестницей к нему, и любил проводить там время. Еще фонтан в состоянии переходным к выключенному. Под аркой – бюст Марии Антуанетты, обезглавленной вслед за ее супругом, королем Людовиком XVI. Когда Людвиг II проходил мимо, он всегда касался рукой ее щеки. Это позднее использовалось, как еще одно доказательство его ненормальности. Еще одна площадка ступенчатого парка. Храм Венеры на верхней площадке ступенчатого парка. Статуя Венеры с двумя амурщиками под куполом храма. Съемка от ротонды храма Венеры. А дождь продолжается. Наверху. Вот на фоне таких гор. Видим. Водяной каскад, у которого мы были. И от дворца поднялись сюда. По дороге на выход из парка видим лебединый пруд и марокканский домик, купленный Людвигом II на Всемирной Парижской выставке 1878 года и переделанный внутри по его приказу. Домик был установлен на границе Баварии и Австрии и перенесен в парк Линдерхофа уже в наше время – в 1998 году. Из Линдерхофа Людвиг II любил отправляться в ночные катания на санях в один из 14 охотничьих домиков, построенных его отцом Максимилианом II. Покидаем Линдерхоф. Посмотрели замок и едем в сторону Австрии. Программатери. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Центр стаканатов А.Семкин Корректор А.Егорова